Суд расписал сроки на всю ячейку Суд расписал сроки на всю ячейку Участников запрещенной Хиспут-Тахрир приговорили в Москве к длительным срокам Газета Коммерсант номер 29 от 16 февраля 2019 года, СТР 2. В Москве вынесен приговор 9 фигурантум дела о деятельности запрещенной в России Исламской организации Хиспут-Тахрир от 11 до 16 лет колонии строгого режима Адвокаты считают, что речь идет о преследовании за религиозные убеждения Поскольку эпизодов террористической деятельности в деле нет По мнению экспертов, в идеологии просматривается враждебное отношение к иудеям и христианам, но не терроризм Московский военный окружной суд огласил приговор по делу о ячейке религиозной организации Хиспут-Тахрир 50-летний Зефар Надиров, 35-летний Фархот Надиров и 33-летний Хамид Игамбердыев признаны виновными по Че 1. Статья 205.5 УК РФ – Организация деятельности террористической организации, и осуждены на 16 лет колонии строгого режима Еще 5 человек признаны виновными по Че 2. Статья 205.5 УК РФ – Участие в террористической организации, и осуждены на сроки от 11 до 12 лет Ранее они заявляли, что не являются членами организации, но в последнем слове один из них все же признался в этом В обвинительном заключении говорится, что организаторы уже много лет состояли в организации Хиспут-Тахрир, признанной в РФ террористической судом в 2003 году Руководителем среднего звена выступал, в частности, Зефар Надиров Он контролировал работу Фархота Надирова и Хамида Игамбердыева духовных учителей Согласно правилам организации, они набрали себе пятерку учеников Встречи проходили с 7 октября по 6 декабря 2016 года в арендованной квартире на Щелковском шоссе, в которой спецслужбы установили прослушку Там все выключали сотовые телефоны и даже вынимали сим-карты, обращались друг к другу только по прозвищам На собраниях ученики читали и обсуждали религиозную литературу и заучивали стихотворные произведения аяты Учителя разъясняли термины, использующиеся в текстах, рассказывали, как распознавать людей, сочувствующих Хиспут-Тахрир, и привлекать их в организацию Ученики периодически вносили пожертвования по 200-300 рублей Эти действия, как установил суд, являлись продолжением деятельности запрещенной организации и были направлены на свержение конституционного строя Как фигуранты дела московской ячейки Хиспут-Тахрир описали свои роли и мотивы Среди прочего обсуждалась цель, к которой стремится организация – установление всемирного халифата, то есть исламского государства Ученикам разъяснялось, что сначала организация набирает новых членов, затем в ходе публичных акций предлагает правительствам передать власть халифу, а на третьем этапе устанавливает связи с политиками и военачальниками Сам халифат первоначально возможен на территории исламских стран Такие детали рассказал свидетель обвинения Андрей Балтрук, который обратился в ФСБ России с заявлением о выходе из Хиспут-Тахрир Гособвинитель просил приговорить обвиняемых к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы Адвокаты указывали, что в деле нет ни взрывчатки, ни боеприпасов, ни одного эпизода насильственных действий Человек не может быть мусульманином, если он не верит в халифат, это мечта, пояснял адвокат Дагир Хасавов Защитники подчеркивали, что обвиняемых преследуют за религиозные убеждения Подсудимые в аквариуме подняли плакат люди, очнитесь, мы не террористы По посчетам правозащитного центра Мемориал, в России к настоящему времени в рамках дела причастности к Хиспут-Тахрир арестованы 239 человек, из них 149 осуждены До 2013 года подсудимым назначались небольшие сроки по СТ 282. Возбуждение ненависты или вражды, а 40% наказаний не было связано с лишением свободы Но с 2013 года в УК появилась СТ 205.5, после чего суды стали выносить суровые приговоры 37 подсудимых получили сроки от 15 до 24 лет, еще 29 от 10 до 15 лет включительно Задержания идут в основном в Татарстане, Башкирии с 2014 года в Крыму, на Украине Хиспут-Тахрир не запрещено Мемориал признал политическими заключенными 98 фигурантов дел, решение по другим будет принято после изучения процессуальных документов Правозащитники считают, что членов Хиспут-Тахрир нельзя называть террористами Ни в одном деле нет террористических эпизодов или подготовки к терактам Пояснил твердый знак Виталий Пономарев, руководитель программы противодействия исламскому терроризму ПЦ Мемориал Он добавляет, что в некоторых случаях задержанным вменяется подготовка к свержению конституционного строя Но это следователи выводят из цели организации установки всемирного халифата В мотивировочном решении Верховного суда за 2003 год также нет обоснования, почему Хиспут-Тахрир названа террористической Адвокат Юрий Костанов сделал экспертизу этого решения, которое показало, что оно ущербно с юридической точки зрения Пояснил твердый знак председатель движения за права человека Лев Пономарев Тем не менее в материалах этой организации много дискриминации и враждебного отношения к иудеям и христианам Считает руководитель программы горячая точка ПЦ Мемориал Олег Орлов Там прописаны и выборы, и работа судов, но при этом женщины ущемлены в правах Они мусульмане хоть и могут входить в парламент, но по квотам, и они ограничены в возможности принятия законов Пояснил господин Орлов, я считаю, что эта организация неприятная и вредная, но не террористическая Экстремистская или нет тут надо обсуждать, так как в России понятие экстремизм уже дискредитировано Анастасия Куилова Анастасия Куилова